Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За особые заслуги в учении в промышленном районе Самары поздравили выпускников-медалистов. Самара в движении. Как проходят ежедневные бесплатные тренировки на городской набережной? Раскрыть производственный потенциал уголовно-исполнительной системы и интегрироваться в процесс импортозамещения. В исправительной колонии номер 15 прошла рабочая встреча представителей региональных министерств, руководителей УФСИН России и городских властей. В мероприятии приняла участие глава Самары Елена Лапушкина. Члены делегации ознакомились с обширным перечнем товаров, которые выпускают осужденные. Подробности в репортаже Анатолия Головко. От тротуарной плитки до малосольных огурчиков. Чтобы раскрыть производственный потенциал уголовно-исполнительной системы региона на 100% и усилить процессы по импортозамещению, нужно задействовать все возможные трудовые ресурсы. На базе исправительной колонии номер 15 прошла рабочая встреча, участниками которой стали представители городских властей, профильных министерств и ведомств, торгово-промышленная палата, а также глава Самары Елена Лапушкина. Членам делегации показали продукцию, которую изготавливают осужденные. Обширный ассортимент товаров соответствует всем требованиям нормативной документации и самым высоким стандартам качества. На экспозиции гостям представили образцы строительных материалов, изделия из пластика и металла, бытовую химию, продукты питания и текстиль. Краска любая, порошковая, не порошковая, кованые ограждения, деревянные ограждения. Потенциальные коммерческие партнеры УФСИН могут использовать свободные производственные цеха для своей работы. Для этого на базе исправительных учреждений созданы все необходимые условия. Согласно федеральному закону номер 44, государственные заказчики имеют преференцию на заключение любого контракта УФСИН как с единственным поставщиком без конкурсных процедур. Любой коммерческий партнер наш, заключив договор, может зайти на территорию учреждения, завести свое оборудование, привести свою технологию. Наша задача будет организовывать ежедневное количество рабочих рук на территории вот этого нового производственного объекта. А также мы приглашаем государственные учреждения взаимодействовать с нами более плотно. В настоящее время есть свободные производственные мощности на металлообрабатывающих участках и свободные производственные мощности на деревообрабатывающих участках. Отдельная гордость региональной уголовно-исполнительной системы «Швейное производство». Эта отрасль является наиболее развитой. Около половины всех осужденных изготавливают спецодежду, головные уборы, костюмы, постельные принадлежности, матрасы, белье и фирменное обмундирование для сотрудников силовых ведомств. Мы заключали контракты, их уже выполнили для учебных заведений Самарской области, бойцовки им шили. То есть сейчас студенты в тех бойцовках, которые мы произвели, будут в стройотрядах выполнять те задачи, которые им поставлены. По словам сотрудников СИН, в исправительные учреждения попадают молодые люди и девушки, многие из которых не успели получить профессию на свободе. Чтобы встать на путь исправления, осужденных привлекают к физическому труду. У каждого из них есть возможность освоить новую специальность и получить профильное образование по 28 направлениям. От швейного мастерства до металлургии. Эти навыки помогают людям не только наладить свой быт в местах лишения свободы, но и максимально быстро пройти адаптацию на воле. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События. Решить вопрос с дефектами на требующих внимания участках дорог в кратчайшие сроки. Такое поручение профильным службам дал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Вице-мэр отметил, что на сегодняшний день есть все необходимые ресурсы, чтобы не только проводить плановый ремонт самарских дорог, но и устранить имеющиеся повреждения точечно на участках. Дорожным службам поставлен срок справиться с этой задачей до 30 июля. Также Владимир Василенко рассказал о том, как сейчас проходят плановые работы на теплосетях. Поручил уделить внимание ремонту теплотрасс, которые находятся рядом со школами и детсадами. Эти участки теплосетей подрядчики должны перевооружить к 25 августа. К этому числу необходимо не только отремонтировать инженерные коммуникации, но и восстановить благоустройство и нанести на проезжую часть разметку. У нас 12 объектов в работе. Из них мы точно понимаем, есть проблематика, где есть социальные объекты, школа. Чтобы у нас не получилось, чтобы мы в ночь с 31 на 1 сентября бегали и закатывали асфальт, или закрывали вскрытие и тому подобное. Всего в этом году отремонтируют теплосети на 20 объектах. Сейчас службы трудятся на 12 участках, после 15 июля в работу включат еще 8. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн провел личный прием граждан в избирательном округе. Встретиться с парламентарием пришли 20 человек. Всего же по итогам весенней сессии в Самарскую приемную депутата поступило почти 1300 обращений. Треть из них получила положительное решение. С какими проблемами обратились самарцы в этот раз узнала Елена Чернявская. На повестке дня проблемы в сфере ЖКХ, вопросы переселения из ветхого фонда, защита прав, поддержка местного бизнеса. Жительницы Самарского района Елена Кузнецова и Жанна Харина пришли на прием к депутату с просьбой спасти от разрушения дом, в котором они живут с детства. Памятник архитектуры 19 века усадьбы Мещан Коноваловых находится на Самарском Арбате улицы Ленинградской и пребывает в плачевном состоянии. В стене дома образовалась трещина и жители опасаются, что дом может рухнуть в любой момент. В квартирах грибок, фундамент дома проседает буквально на глазах. Капитальный ремонт не производился более 20 лет, но и это не единственные беды жителей дома. Некоторые собственники сделали незаконные постройки, которые препятствуют, соответственно, починке крыши. Крышу чинить нет смысла без починки фасада, фасад нет чинить смысла без починки фундамента. Пообещали разобраться, предпринять меры, починить крышу, починить фасад, положить асфальт. То есть пообещали, что в ближайшие сроки, в течение ближайшего года постараются все это сделать и помочь нам. Капитальный ремонт этого дома запланирован на 2023-2025 годы, но, по словам жителей, к этому времени дом может еще сильнее разрушиться и последствия. Таких разрушений могут быть просто опасны для проживания. Вот как ситуацию прокомментировал приглашенный на прием глава фонда капремонта Самарской области Александр Константинов. То, что касается капитального ремонта, незаконно была надстроена мансарда на кровле. Соответственно, для того, чтобы провести капитальный ремонт, поскольку это объект культурного наследия, и он должен после капитального ремонта быть таким, которым он создавался, необходимо сначала эту мансарду демонтировать. Уже есть решение суда первой дистанции, которая обязывает жильцов, не нарушившихся закон, ее демонтировать. В следующем году, при удачном разрешении истории с мансардой, сделаем весь дом сразу. И кровлю, и фасад, и фундамент инженерной сети. А пока глава Самарского района обещал взять ситуацию на контроль, чтобы дом дождался капремонта. До конца недели с руководителем управляющей компанией жилсервиса выйдем на место. Оперативно попытаемся залить подмостку у фундамента, чтобы до момента проведения капитального ремонта никаких аварийных ситуаций не случилось. Традиционно в ходе приема удалось обозначить пути решения многих других вопросов. Вера Данилова, жительница Октябрьского района, обратилась к парламентарию, защищая интересы ветеранов Великой Отечественной войны. Две жительницы аварийных домов живут в коммунальных квартирах, домов на улице Печорской и Третьего проезда. Квартиры без удобств, нет горячей и холодной воды. Также, являясь председателем МКД одного из домов 414-го квартала, Вера Николаевна попросила депутата помочь с расселением всех людей из этих аварийных домов. Крыши все протекают, я хочу сказать, стены все разваливаются. Дома пришли в очень веткое ужасное состояние. Чем быстрее нас расселят, я хочу сказать, мы получим жилье, тем быстрее, я говорю, застройщик построит школу, детский сад, поликлинику. То есть и люди все будут довольны. Александр Хинштейн обсудил перспективу решения этой проблемы на месте с представителями профильных ведомств. Просьбы касались в том числе и скорейшего переселения из аварийного фонда ветеранов, людей наиболее преклонного возраста. С коллегами из департамента управления имуществом отработали какой-то путь. Застройщик готов в приоритетном порядке переселять именно такую категорию самых нуждающихся людей. Личные приемы провожу как минимум раз в месяц, стараюсь это делать несколько раз. Работает на постоянной основе систем общественных приемных в Самаре, Новокобышевске, в Большеглушицком районе. Самые острые вопросы из числа тех, которые не требуют отлагательств, удается решить во время приема, в том числе социальные, имущественные, жилищные. Остальные проблемы берут на контроль, чтобы в реальные сроки помочь жителям. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. Шестой касационный суд в Самаре оставил в силе решение ниже стоящих инстанций по делу о взятке. Напомним, два года назад сотрудники регионального управления ФСБ задержали бенефициар одной из коммерческих структур региона, который пытался дать взятку должностному лицу, чтобы уйти от ответственности за неуплату налогов. Три миллиона рублей он отдал сотруднику ФСБ, который участвовал в оперативном эксперименте. Было возбуждено уголовное дело. Суд назначил злоумышленнику шесть лет колонии строгого режима. Обжаловать решение в касационной инстанции не удалось. В России зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. С жалобами на недомогание обратился молодой человек, который приехал из путешествия по Западной Европе. У него наблюдалась характерная сыпь. Тестирование подтвердило наличие болезни. Пациента отправили в инфекционную больницу. Его изолировали. Заболевание проходит в легкой форме. Опасности для жизни человека нет. Все контактные лица установлены и находятся под медицинским наблюдением. Далее коротко о других событиях дня. В России разработали законопроект об отмене налога для физических лиц при продаже комнаты, квартиры или жилого дома при условии, что у гражданина нет другого жилья или доли. При этом должны быть соблюдены несколько условий. В частности, кадастровая стоимость проданного жилья должна быть ниже, чем стоимость нового и не превышать 50 миллионов рублей. Один из авторов проекта пояснил, что подобная мера позволит улучшить жилищные условия людей, а также увеличить миграцию внутри страны и снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. Риэлторы прогнозируют, что жилье в России продолжит дорожать. При этом ситуация на рынке станет хуже из-за отсутствия роста доходов у населения. Число IT-специалистов, которые смогут рассчитывать на срочку от призыва в армию, вероятно сократится. До 1 августа Минцифры рассмотрит вопрос об ужесточении условия получения статуса технологических компаний, предполагающего эту льготу для сотрудников и другие преференции. Сейчас, чтобы получить аккредитацию, компания может просто подать заявление через госуслуги, подтвердив деятельность в сфере IT соответствующим кодом. В число необходимых критериев власти предполагают внести также долю сотрудников, занимающихся IT, и долю выручки от разработки и внедрения IT. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, ставшие в этом году выпускниками, до 15 июля могут подать документы на выплату в размере 5000 рублей. Для этого нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту проживания. В Самарской области действует дополнительная мера социальной поддержки детей-сирот, не имеющих основного общего и среднего общего образования, и обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам. После завершения обучения в образовательной организации они могут получить 5000 рублей. С 2017 по 2021 год деньги получили свыше 4500 выпускников. Единовременные выплаты производятся однократно, либо после окончания 9 класса, либо после окончания 11. Браконьеры из Самарской области лишили права охотиться на год. Об этом сообщили в региональном департаменте охоты и рыболовства. 22 мая на территории охотничьего угодья Волжска, Волжского района, задержали гражданина с охотничьим огнестрельным нарезным оружием. Он не имел разрешения на добычу ресурсов и присутствовал в угодье в запрещенные для охоты сроки. Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения. Автоваз объявил о возобновлении производства автомобилей Lada Granta Cross. С конвейера легковушки будут сходить в версии Classic 22. От стандартной модели автомобиль отличается увеличенным дорожным просветом, наличием защитных элементов на кузове и внешней отделкой. Lada Granta Cross включает опции, аналогичные в версии Classic 22, в которой выпускаются и другие модели семейства. Электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, электропривод и обогрев наружных зеркал, бортовой компьютер, аудиоподготовку с четырьмя динамиками. Очередной летний лагерь отдыха подвергся проверке депутатами городской думы, членами общественного совета и молодежного парламента. Проверяли все. От охраны и педагогов до корпусов, медпункта и столовой. Каким выводом пришла проверочная комиссия, расскажет наш корреспондент. Жизнь и досуг детей в летнем лагере «Салют-2» расписаны по минутам. Спортивные секции и кружки по интересам для 160 подростков от 13 до 16 лет проводят 16 педагогов. Каждая смена профильная. Городские депутаты, представители общественного совета, молодежного парламента и департамента образования проверили, в каких условиях отдыхают подростки. Конечно, надо посмотреть. Туалеты, душевые кабины, более комфортное содержание детей. Но совершенствоваться у нас там мы всегда развиваемся и стремимся к чему-то лучшему. Здесь, конечно же, есть. Те же газоны, здесь есть озеленение, которое поливать. Еще раз повторю, туалеты с удобствами, дополнительные какие-то спортивные площадки, тренажеры, они, конечно же, в каждом лагере нужны. Столовая в лагере работает согласно нормативам. Детей кормят пять раз в день. Медпункт оснащен всем необходимым. Врач в лагере находится круглосуточно. Безопасность обеспечивают охранники. В этом году на модернизацию «Салюта-2» потратили 3,5 миллиона рублей. Капитально отремонтировали два корпуса. Мы прошли по территории различные квесты, различные у них мероприятия. То есть у них нет ни одной свободной минуты. Дети действительно увлечены. Для подростков, мне кажется, это очень важно. Самарские подростки отдыхают в шести муниципальных лагерях. Два из них депутаты и общественники уже проверили. Дали положительную оценку. Выявленные недочеты будут устранять. Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. В Самаре выпускникам школ промышленного района вручили золотые медали. Торжественная церемония награждения прошла во Дворце культуры металлургов. Вчерашних школьников поздравили руководство района и депутаты. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес педагогов и родителей. За особые заслуги в учении. В концертном зале Самарского Дворца культуры металлургов чествует выпускников-медалистов промышленного района. Золотыми медалями за отличную учебу наградили 191 ученика. В этом году ЕГЭ на 100 баллов сдал 61 школьник Самары и 19 из них в промышленном районе. Да, это было достаточно тяжело, но если захотеть, можно всего добиться. Меня поддерживали мои родители, учителя, ну и моя собственная мотивация. Я хотела получить медаль, ну и получила. Дарья Яхонтова уже знает, куда пойдет учиться. Девушка решила остаться в Самаре и стать либо дизайнером, либо журналистом. Но какую бы профессию ни выбрали эти молодые люди, сегодня им желают не бояться совершать ошибок, постоянно исследовать что-то новое и заниматься любимым делом. Хочу пожелать, чтобы они связали свою жизнь с любимым делом, ибо это и есть секрет жизненного счастья, заниматься тем делом, которое ты считаешь важным и которое тебе по душе, которое тебе доставляет удовольствие морально. Как говорят родители выпускников, отпускать во взрослую жизнь детей и жалко, и страшно, но и приятно. Отличное настроение, гордое настроение, возвышенное, потому что, ну это труд, 11 лет. И результат это награды. Дети в восторге, дети ждут в ожидании, потому что эти статы вручили, а вот это, это как бы такая, ну, жирная, хорошая точка, достойная. Помимо золотых медалей, выпускникам вручили подарки от губернатора, наручные часы. Теперь они будут отчитывать время уже не подростков, а взрослых людей. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров, События. Метеорологи прогнозируют рост солнечной активности. К вечеру 12 июля ожидаются возмущения силой 4 балла. Такие же показатели сохранятся и в ночь на среду 13 июля. К утру же солнечная активность вырастет до 5 баллов, что соответствует слабой буре. Но уже к вечеру показатель упадет до 3 баллов. Самарцам, которые сложно переносят геомагнитные возмущения, рекомендуют соблюдать режим сна, избегать тяжелых физических нагрузок и употребления высококалорийной пищи. В среду 13 июля жители смогут увидеть самое большое суперлуние этого года, которое называют роковым. Полная луна приблизится к Земле на самое минимальное в этом году расстояние – 357 263 километра. Полная луна появится над горизонтом после 21 часа и около полуночи достигнет максимальной высоты над южным горизонтом. До восхода Солнца суперлуна будет сиять в созвездии Стрелец. На небосводе при ясной погоде восточнее можно увидеть две планеты, которые сопровождают суперлуну – это Сатурн и яркий Юпитер. По словам астрологов, суперлуния 2022 года будет роковым, поскольку у многих знаков зодиака настанут серьезные перемены в жизни. У кого-то наметится сдвиг в личных отношениях, а у кого-то – в карьере. На Самарском пляже под Первомайским спуском ежедневно в вечерние часы проходят групповые тренировки. Заниматься могут все желающие. Возраст, пол и физподготовка не имеют значения. Квалифицированные тренеры из городских фитнес-клубов выступают инструкторами занятий. На одной из тренировок побывал Сергей Кизоркин. То, что Самара в движении, так сказать, на спортивно-физкультурной волне, хоккеист Александр Никольский понял сразу, как перебрался жить в город на Средней Волге. После работы он спешит на пляж, искупаться и заодно позаниматься физкультурой. Набережная пестрит спортплощадками. На песке в районе Первомайского спуска работает целый городок по пляжным видам спорта. А вечерами фитнес-тренеры проводят разные групповые тренировки. Я уже поплавал, поэтому немножко есть трудности. Мышцы подзабились. Так, в целом, тренировка здесь отличная. Обстановка тоже по кайфу. Еще солнце. Солнце – это вообще лучшее, что могли придумать. В целом, здесь классно. Организовал ежедневный спортивный праздник на пляже городской департамент спорта для любителей активного отдыха на выбор пляжные – волейбол, теннис, регби, футбол, алтимат, фризби, летающие диски. Кому игровые виды спорта не по нраву, могут присоединиться к групповым занятиям по фитнесу. Квалифицированные тренеры предлагают больше десятка различных направлений. Самая популярная – зумба. Прокачать можно все группы мышц и зарядиться отличным настроением на свежем воздухе, а затем сразу принять водные процедуры, окунувшись в прохладную Волгу. Вы можете не волноваться. Все тренеры вам помогут, подскажут. А самое главное – тренировки совершенно бесплатные. Вы также можете на них в любое время сюда прийти. Ждем каждого абсолютно. Будем вам рады. Спортивный городок на Первомайском спуске набережной работает до конца лета. Фитнес-тренировки стартует в половине шестого вечера и финиширует в половине десятого. Сергей Кизоркин, Василий Калдашов. События. Россияне подали более 44 тысяч заявлений на оформление карты болельщика. Более 8,5 тысячи граждан уже их получили. Остальным нужно либо прийти в МФЦ, либо исправить загруженную фотографию. Новый сезон Чемпионата России по футболу стартует 15 июля. Попасть на стадионы в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи можно только с картой болельщика. С декабря это требование распространится на все площадки, где проходят матчи РПЛ и Кубка России по футболу. Процедура оформления карты болельщика стартовала с 4 июля. Проще и быстрее всего пройти ее можно через портал Госуслуг. Свой день рождения скоро отметит телеканал «Самара ГИС». В честь своего 15-летия мы запустили конкурс. Поучаствовать в нем и побороться за подарки до конца июля могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Условия предельно просты. Подписаться на группы телеканала «Самара ГИС» в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления телеканала «Самара ГИС» на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара ГИС 15 лет» на своей странице во ВКонтакте. Подведение итогов конкурса состоится 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС». Обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В период отпусков важно уделить особое внимание своему здоровью. Своевременная вакцинация поможет укрепить иммунитеты в случае встречи с инфекцией, минимизирует риск тяжелого течения заболевания, напоминает телеграм-канал администрации «Самары Вести» с Дворянской. Спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. В телеграм-канале есть график работ прививочных пунктов в торговых центрах города. Департамент городского хозяйства и экологии «Самары» рассказал в своем телеграм-канале, что для повышения пожарной устойчивости лесов и снижения степени пожарной опасности в городских лесах проводится очистка леса от захламленности от сухостойной валежной древесины. Телеграм-канал администрации Кировского района пишет, что состоялось очередное совещание с руководителями управляющих компаний и представителями МП «Благоустройство». Обсуждали вопросы на ведение порядка на придомовых территориях и содержание уличной дорожной сети Кировского района. Администрация железнодорожного района «Самары» показала в своем телеграм-канале, как ведутся работы по устройству подпорной стены в рамках выполнения работ по благоустройству внутри дворовой территории. Строительство спортивной площадки в районе улиц Мягии и Партизанской идет в целях реализации общественного проекта «Кузница чемпионов», который победил в конкурсе общественных проектов по развитию территорий муниципальных образований в рамках программы «Содействие». В детском оздоровительном лагере «Волжанка» прошла игра «Зорница». Она началась с общего построения участников, где команды получили свои названия и девизы. Команды прошли все этапы игры достойно, получили заряд бодрости и массу положительных эмоций. Каждый проявил свои способности и приобрел полезные навыки, а победителем стала дружба, сообщает телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и соцподдержки. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страницах в Одноклассниках и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова